Грузин и Азербайджан Напомню, что я подчеркиваю как отличия на личностном, так и на государственном уровне. В ролике о разнице между грузинами и армянами, в котором я подмечал, что различия озвучу как на уровне людей, так и на уровне целой страны, все равно была пара комментариев с нытьем на тему того, что это не отличие между народами, а отличие между странами. Так страны бы и не было, если бы не населяющий ее народ, который формирует эту самую страну. Одно без другого существовать не может. Итак, пять отличий между грузинами и азербайджанцами. Первое отличие это религия. Грузины в массе своей исповедуют православие и являются прихожанами грузинской православной церкви. Азербайджанцы, в свою очередь, мусульмане. Примерно 60-65% мусульман страны составляют представители шиитского направления, а 35-40% суннитского. При этом, как Грузия, так и Азербайджан могут считаться достаточно многоконфессиональными государствами. Ибо около 10% населения Грузии исповедуют ислам, а в районе 4% населения Азербайджана составляют представители немусульманской веры. Также обе стороны вполне себе многонациональны, в чем и заключается причина религиозного разнообразия. Вторым отличием я бы назвал внешнюю политику. Грузия является проевропейской и прозападной стороной. Основными внешнеполитическими целями грузинского государства является вступление в блок НАТО и Европейский Союз. С 2017 года граждане Грузии имеют возможность безвизового посещения ЕС. В то же время с Россией Грузия находится в плохих отношениях. Точнее говоря, дипотношений между двумя сторонами просто-напросто нет. Официальный Тбилиси обвиняет российское государство в оккупации 20% грузинской территории. Речь об Абхазии и Цинвальском регионе. Азербайджан же хоть и поддерживает определенную связь с коллективным западом, включая Евросоюз, но ни о каком вступлении в ЕС речи не ведется. Да и зачастую представители Европы критикуют Азербайджанскую республику, считая ее несоответствующей демократическим принципам. Пожалуй, наиболее тесные связи Азербайджан имеет с Турцией. Существует даже фраза «один народ, два государства», подразумевающая большую близость между турками и азербайджанцами. Не все жители Азербайджана поддерживают подобную риторику, подмечая, что турки и азербайджанцы все же хоть и близкие, но разные народы. Однако это не отменяет очень тесных связей между странами. Примечательно, что Грузия тоже находится в хороших отношениях с Турцией. Три государства сотрудничают в различных инфраструктурных и экономических проектах. Однако, в отличие от Грузии, Азербайджан также имеет отношения с Россией и даже состоит в СНГ. Если уж речь зашла о внешней политике, то стоит обсудить и внутреннюю. В этом вопросе две страны очень сильно отличаются. Грузия, нацеленная на евроинтеграцию, пытается соответствовать тем стандартам, которые выдвигает западный мир. На данный момент, несмотря на определенные сложности и политический кризис, страна все равно является одной из наиболее демократически развитых республик бывшего СССР. В Грузии регулярно меняется власть. Ну, менялась до определенного момента. Антиправительственные митинги не являются чем-то из ряда вон выходящим, а на телевидении функционируют оппозиционные властям телеканалы. За примерно 30 лет независимости в республике сменилось несколько политических режимов. Звядгам Сахурдия, Эдуард Шварнадзе, Мехил Саакашвили, Бедзина и Ванишвили. Примечательно, что каждый раз к власти приходил оппонент предыдущего руководителя. То есть стандартной операции преемничества в стране не происходило. На сегодняшний день Грузия представляет собой парламентскую республику. В индексе демократии за 2020 год, несмотря на небольшой откат, Грузия по-прежнему занимает вполне неплохие позиции. 91 место из 167, что делает ее стороной гибридного режима. Идентичная ситуация и с индексом свободы пресса за 2020 год. 60 место из 180. Азербайджан же является президентской республикой. С 2003 года в сторону бессменно возглавляет Ильхам Алиев, ставший преемником своего отца, Гейдара Алиева, культ личности которого сильно развит в республике. Порой Азербайджан называют своего рода монархией, ведь это пока что первая постсоветская страна, в которой власть перешла от отца к сыну. Более того, за период своего президентства Алиев успел провести несколько конституционных изменений. Сначала в стране было отменено ограничение в два срока для нахождения на посту президента. Потом президентский срок был увеличен с пяти до семи лет. Таким образом, Ильхам Алиев имеет возможность находиться во власти столько времени, сколько он захочет. Также через референдум в стране была учреждена должность вице-президента, которую заняла супруга президента, Мехребан Алиева. Вице-президент фактически является вторым лицом в стране, смещая премьер-министра на третье. На азербайджанском телевидении нет оппозиционных телеканалов, а те СМИ, которые выступают против власти, заявляют о давлении и репрессиях. То же самое и с антиправительственными митингами, которые, по утверждениям оппозиции, в стране проводить крайне сложно и опасно. Как минимум, для того, чтобы провести митинг, оппозиционеры вынуждены получить на это законодательное разрешение от властей, что, в принципе, полностью дискредитирует концепцию протеста. Впрочем, сам президент Азербайджана отрицает упреки в диктатуре. Почему вы думаете, что люди в Азербайджане не имеют free media и оппозиции? Потому что это, я говорю, от индивидуальных sources в этом стране. Какие индивидуальные sources? Многие индивидуальные sources. Скажите, где? Я не могу назвать sources. Если вы не назвали, то значит, что вы просто инвентите эту историю. Вы говорите, что медиа не под статью контролю? Нет. И есть вибрид, free оппозиционный медиа? Где я вижу это? Вы можете видеть это на интернет. Вы можете видеть это на всех сторонах. Но не на newspapers. Вы можете видеть это на newspapers. В чем вы называете оппозиционный? Я могу спросить? Ну, есть ли есть оппозиционный? Да, это позволит, конечно. Я имею в виду, что NGOs являются в краке-дом. Журналисты являются в краке-дом. Нет, не в том. Критики в жалке. Нет, не в том. Нет, это не правда. Это абсолютно fake. Мы имеем free медиа. Мы имеем free интернет. Сейчас, у нас на маршал-марь, мы имеем право на праве. Но, пока, нет. И на маршал-марь, мы имеем право наиболее. И на маршал-марь, мы имеем право наиболее 80%. Вы можете представить, что медиа в стране, где интернет свободен, нет? И наиболее 80% интернет-марь. Мы имеем миллион на фейсбук. Как вы можете сказать, что мы не имеем free медиа? Это, опять же, бессит, атака. Это попытка создать понимание в стране. We have opposition. We have NGOs. We have free political activity. We have free media. We have freedom of speech. But if you raise this question, can I ask you also one? How do you assess what happened to Mr. Assange? Is it a reflection of free media in your country? We're not here to discuss my country. Let's discuss. In order to accuse me, saying that Armenians will not have free media here, let's talk about Assange. How many years, sorry, how many years he spent in Ecuadorian embassy? And for what? And where is he now? For journalistic activity. You kept that person hostage, actually killing him morally and physically. You did it, not us, and now he's in prison. So you have no moral right to talk about free media when you do these things. В то же время, если верить ранее упомянутым рейтингам, то в индексе демократии за 2020 год Азербайджан занимает 146 место из 167. А в индексе свободы пресса за тот же 2020 год 168 место из 180. Четвертый пункт опять же касается религии. Однако речь идет об уровне религиозности. И здесь, как бы парадоксально это ни звучало, христианская Грузия, исходя из статистики, считается гораздо более верующей страной, чем мусульманский Азербайджан. Грузию называют одной из самых религиозных стран Европы. Кстати, когда я озвучивал это в одном из своих видео, мне писали, что Грузия это что угодно, но только не Европа. Однако Грузию в современном мире расценивают именно как часть Восточной Европы, в том числе в силу ее внешнеполитических устремлений. Потому в статистику она идет именно как Европа. Например, исходя из исследования, проведенного американской организацией Pew Research Center, Грузия является самой верующей среди стран Центральной и Восточной Европы. Более того, на Южном Кавказе Грузия тоже была названа самой религиозной. Исходя из исследования организации IPM, для 84% респондентов в Грузии религия является важной частью повседневной жизни. Как можно заметить, в Азербайджане показатель составляет всего-навсего 35%. Азербайджан, возможно, является самым светским государством в исламском мире. Население страны преимущественно не сильно религиозно. Так, исходя из данных британского издания Telegraph, Азербайджан и вовсе вошел в список стран с наименее религиозным населением. Из общего количества опрошенных в республике, 34% назвали себя религиозными. Азербайджанские власти поддерживают светскую политику в государстве. Женщинам в учебных заведениях на законодательном уровне запрещено носить хиджаб. Также, по словам самих азербайджанцев, при приеме на работу наличие хиджаба порой может сыграть против желающей трудоустроиться женщины. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... В принципе, можно посмотреть на дочерей и жену президента Азербайджана и сделать вывод, что они не похожи на глубоко религиозных женщин и выглядят более чем светски. В Азербайджане существует государственный комитет по работе с религиозными организациями, а всякого рода радикальные исламские течения, если и зарождаются, то в основном государство быстро пресекает их деятельность, а последователи таких течений получают большие тюремные сроки. Азербайджан может по праву претендовать на то, чтобы быть одним из самых прогрессивных и светских исламских обществ. Кстати, именно Азербайджан был первой мусульманской стороной, где есть оперы, театральные постановки и демократическая республика. Последняя, правда, просуществовала очень недолго, с 1918 по 1920 год, после чего Азербайджан был советизирован. В республике запрещены демонстрации религиозных принадлежностей, флагов и лозунгов, за исключением мест отправления культа, религиозных центров и офисов. Учитывая все эти факторы, можно смело заявлять, что радикальный ислам вряд ли сможет популяризироваться в Азербайджане. И последний, пятый пункт – это язык. Тут, наверное, будет достаточно предсказуемым то, что грузины говорят на грузинском языке, а азербайджанцы на азербайджанском. Грузинский относится к картвельской семье языков. Помимо грузинского, языками из данной языковой семьи являются лазский, негрельский и сванский языки, которые также находятся в обиходе в Грузии, ну и частично в Турции, если речь о лазском, ибо лазы населяют в том числе и Турцию. Азербайджанский относится к тюркским языкам. Также у двух этих языков отличается письменность. Картвельские языки применяют грузинское алфавитное письмо, которое выглядит вот так. Азербайджанская же письменность на протяжении 20 века менялась четырежды. До 1920-х годов азербайджанцы пользовались арабским письмом. С 1929 по 1939 стал использоваться латинизированный арабский алфавит. С 1939 по 1991 азербайджанский язык был переведен на кириллицу. В 1991 году после развала СССР алфавит снова был переведен на латинскую основу, отличающуюся от первичного варианта, но приближенную к орфографическим нормам турецкого языка. Данный вариант в Азербайджане используется по сей день. В то же время азербайджанцы, живущие в Иране, используют арабскую вязь, а проживающие на территории Дагестана – кириллицу. Собственно, это были пять отличий между грузинами и азербайджанцами, которые выделил лично я. Конечно, различий можно найти еще множество, в общем-то, как и схожих черт. Лично у меня есть подписчики из Азербайджана, которые смотрят и комментируют мои видео уже очень давно. И, конечно же, я их уже запомнил. Азербайджан безо всяких преувеличений лукавства можно назвать одной из самых дружественных для Грузии стран. Во всех вопросах касательно оккупированных территорий азербайджанская сторона всегда поддерживает Грузию. Это во-первых. А во-вторых, насколько мне известно, в 90-е годы, когда в Грузии имели серьезные проблемы со всеми сферами жизни и даже электричества толком не было, Азербайджан безвозмездно дарил Грузии электроэнергию. Не стоит забывать, что азербайджанцы – это второй по численности народ, населяющий территорию Грузии после само собой Грузии. В районе 6% населения Грузии составляют именно азербайджанцы. Азербайджан